Здравствуйте! В данном видео хочу рассказать об особенностях топки печи для бани Feringer и о том, почему данная топка работает эффективно и безотказно на протяжении многих лет. Обо всех нюансах и особенностях конструкции топки банной печи Feringer и поговорим в данном видео. Меня зовут Дмитрий Укин. Погнали! Если вы еще подбираете печь для бани, то обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы получать максимум информации о банных печах Feringer. Я сам являюсь владельцем печи для бани Feringer и очень активно ее эксплуатирую. Это позволяет мне в полной мере раскрывать все ее возможности и преимущества, а также выявлять слабые стороны. Итак, начнем с того, что топка в банных печах Feringer окружена камнями со всех сторон. Это очень важная особенность и я хочу остановиться на ней наиболее подробно. Для того, чтобы получить достаточное количество качественного мелкодисперсного пара во время парений, необходимо, чтобы каменка банной печи была достаточно большого объема, то есть 100 кг камней и более. Об этом я рассказывал в видео о подборе печи для русской бани. Меньший объем камней не даст хорошего пара в нужном количестве. Так вот, расположить камни в большом объеме внутри банной печи довольно-таки проблематично, а нагреть большой объем камней до высокой температуры, это 500-600 градусов внутри камня, еще сложнее. Когда камни окружают топку со всех сторон, они имеют максимально большой контакт со стенками топки. Сам слой камня небольшой толщины и это позволяет ему прогреваться наилучшим образом. То есть сама топка раскаляется до 900 и даже до 1000 градусов. Чем ближе камень к топке, тем лучше и быстрее он прогревается. Следующий камень начнет греться только тогда, когда нагреется этот камень и начнет передавать ему тепло. А этот камень будет греться только после того, как нагреется этот. При небольшой толщине каменной закладки, при небольшом количестве вот этих вот рядов камней, все камни прогреются как надо. Конечно, они прогреются неравномерно. Самый ближний к топке камень, он нагреется до температуры 500-600 градусов внутри камня. Следующий камень может нагреться до температуры 400-500, а этот может нагреться до температуры 300-400 градусов. Но тем не менее, все камни прогреются очень хорошо и с них можно будет получать качественный пар. Пиджи в таком случае работает максимально эффективно и экономично, направляя энергию сгорания на нагрев камней. То есть энергия сгорания направляется во все стороны, в том числе и из стартового отрезка трубы, либо пароиспарителя. И все камни в каменке прогреваются как надо. Так как снаружи каменка имеет стенку, а далее у печи есть каменная, либо металлическая облицовка, печь не излучает жестко в парную и не перегревает воздух в парную. А это является особенно важным для режима русской бани. Сама топка печи для бани Ферингер изготовлена из качественной нержавеющей стали АИСИ 439, толщиной 3 мм, что делает ее надежной и долговечной. Что касается именно 3 мм толщины, то кроме экономической составляющей, здесь есть и логическая. Во-первых, данная толщина при данной стали выдерживает температурный режим, который развивается внутри топки. Во-вторых, данная толщина не препятствует передаче тепла в каменку. То есть не препятствует нагреву камней в каменке. Использование же нержавеющей стали в качестве материала топки обусловлено тем, что в процессе эксплуатации на стенках топки не будет образовываться окалина. А в атмосферу парной вместе с паром не будут вылетать частицы ржавчины, как в случае с печами из железа и чугуна. Ну и на вкус пара нержавеющая сталь никак не скажется. Топка изготавливается из цельного листа металла. Приваривается только верх и низ. Это позволяет уменьшить количество сварных швов как самых уязвимых мест в печах для бани. В стенках топки предусматриваются ребра жесткости, которые не дают деформироваться нержавеющей стали при сильных температурных нагрузках. Кроме того, между стенкой и дровами образуется зазор, в котором и происходит все активное горение. А это, в свою очередь, позволяет максимально передавать энергию сгорания топлива на стенки топки и далее на камни в каменке. В самой топке имеется вот такой, так называемый, дымовой зуб, который закручивает пламенные потоки в спираль и уменьшает столб пламени после печи на метр с лишним, увеличивая таким образом эффективность печи и снижая пожароопасность. На выходе из топки сделана вот такая вот выштамповка, которая придает жесткость конструкции без лишней сварки и делает соединение с дальнейшими элементами надежным и герметичным. Ну вот и все, что касается топки. Ставьте лайк данному видео, если оно было интересно. Подписывайтесь на канал. Но если вы хотите правильно подобрать печь Ферингер под ваши конкретные условия, то в описании к данному видео будет ссылка на специальный для этого подбор. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!